Льготы матерям-одиночкам. В жизни иногда случаются различные жизненные ситуации, при которых женщина может остаться с ребенком абсолютно одна. Обстоятельства могут быть совсем разными, смерть отца малютки, его отказ от общения с ним и его воспитание, пропажи без вести, мало. Ли какие жизненные обстоятельства могут настигнуть человека в современном мире? Неизменным остается лишь факт гарантированной нужды матери не только в моральной, но и в финансовой поддержке. Право одиноких матерей по Трудовому кодексу. Государство заботится об этой категории своих граждан, и предлагает им широкий спектр различных. Возможности, которые могут помочь в обеспечении достойной жизни как самих себя, так и собственных детей. Это и финансовая помощь, и психологическая поддержка, и предоставление рабочих мест, множество других привилегий. Но во всем стоит разбираться по порядку, уделяя особое внимание различным деталям. Получение помощи таким семьям, где мать воспитывает и содержит дитя без мужа и отца, прописано не только в Семейном кодексе Российской Федерации, но и в Трудовом. Когда-то давно такое словосочетание использовалось лишь в народном обиходе, чтобы подчеркнуть статус женщины, которая воспитывает дитя без отцовского участия. Сейчас это выражение приобретает и юридическое значение. Оно применяется по отношению к женщинам, родившим или воспитывающим детей самостоятельно по причинам смерти отца, лишения его родительских прав, признании судом его недееспособным, безвестно отсутствующим или пребывающим в колонии строгого режима в рамках отбывания наказания. Женщина и дитя. В соответствии с нормами Трудового кодекса женщина, воспитывающая свое чадо без отца и мужа, и подтвердившая свой статус, наделяется следующими преимуществами. Упрощенный режим труда. Зачастую мама вынуждена оставить своего ребенка на попечении бабушек и дедушек, или вовсе отдать в ясли раньше положенного срока по причине того, что женщине необходимо материально обеспечивать своего ребенка и себя саму, а помощи ей ждать, по сути, неоткуда. Именно поэтому работодатель обязуется обеспечить своей сотруднице различную помощь. Режим работы послабляется и обычно предполагает сокращенный рабочий день или неделю. Заработная плата в таком случае чаше всего носит сдельный характер, то есть выплачивается за объем выполненной работы, а не просто за период времени. Отпуск при этом ни в коем случае не сокращается. Специальный порядок увольнения. Дополнительный неоплачиваемый отпуск. Продолжительность такого отпуска всего 14 дней в год. Например, по уходу за заболевшим ребенком. Невозможность работы в ночное время. Особый порядок командировок и организации работы вахтовым методом. Например, в командировку такая женщина может отправиться лишь при условии наличия собственного письменного согласия. Обратите внимание. Порядок получения дополнительного отпуска для ухода за детьми-инвалидами несколько иной. Какие льготы положены матери-одиночки в России? Перечень. Льготы матерям-одиночкам. Это показатель развития социальной системы конкретного государства на определенный момент времени. В государственной системе существуют некоторые льготы и гарантии, которыми наделяется мать, воспитывающая ребенка одна. Далее рассматривается перечень всех льгот, которые женщина имеет право получить в ситуации, когда кроме нее самой финансовую поддержку ребенку не сможет оказать никто другой. Выплаты. Существует значительное количество выплат, на которые женщины, воспитывающие детей самостоятельно, могут рассчитывать. К основным типам относятся государственные пособия, пособия, выплачиваемые конкретным городом из его бюджета и так далее. Сюда же входит и положенная такой маме единовременная выплата за рождение ребенка в размере 16 тысяч рублей. До двух лет также выплачивается и пособие по уходу за ребенком для матери, у которой нет мужа и отца ребенка. Право. Льготы одиноким матерям предполагают и увеличенный ежемесячный налоговый вычет. Это указывает, что такая женщина имеет право претендовать на вдвое увеличенный налоговый вычет от той суммы, на которую обычно имеют. Право сразу двое родителей. Это стабильная сумма, на которую не влияет ни материальное положение матери, ни размер ее ежемесячной заработной платы. Согласно данным за 2017 год, налоговый вычет для матери одного или двух детей составляет 2800 рублей, для матери трех и более детей – 6000 рублей. В случае с ребенком, обладающим инвалидностью, сумма увеличивается втрое до 24 тысяч рублей. Мать-одиночка льготы и пособия имеет и по оплате больничного листа в той ситуации, когда она находится в отпуске по уходу за ребенком. При этом на размер денежных средств значительно влияет еще и рабочий стаж матери. Чем он больше, тем больше конечная сумма по оплате. Привилегии при наборе в детский сад, то есть преимущество для получения бюджетного места в детском саду для ребенка матери, которая воспитывает его одна. Это предполагает, что в ситуации, если на место будут претендовать сразу несколько детей, то преимущество будет отдано ребенку низ. Полной семьи по причине того, что эта семья находится в сложной жизненной ситуации. Важно, по большей части эта система зависит от активности глав конкретных областей и регионов. Как можно понять, привилегии носят не только материальный, но и социальный характер, то есть помогают не только остаться на финансовом плаву, но и предлагают справиться со сложной жизненной ситуацией с минимальным ущербом для самой женщины. Сколько платят матерям-одиночкам за детей? Самый насущный вопрос – это, разумеется, сама сумма выплат. По закону, к сожалению, не существует четкой информации о том, сколько получает мать-одиночка из государственного бюджета на собственные нужды и на дитя. В законодательных актах есть лишь информация о том, что размер выплат, по сути, ничем не отличается от той суммы, которую получают родители детей из полной семьи в качестве, например, региональной поддержки молодых семей. Кстати, выплаты матерям-одиночкам варьируются от количества детей, за первого и последующих детей несколько различаются. Если такая женщина является многодетной, то выплаты за первого ребенка, выплаты на первого ребенка, при рождении и воспитании без помощи, отца одного ребенка, мать имеет право получить 3163 рубля в месяц. Это вовсе не единовременная выплата, ее должны выплачивать раз в месяц до достижения малышом полутора лет. Право на получение такой выплаты имеют как трудоустроенные мамы, так и неработающие, то есть независимо от своего социального статуса. Важно отметить, что такая выплата, хотя и является стандартной, но на деле является индивидуальной. Это предполагает, что каждый отдельный субъект, регион и так далее имеет право самостоятельно увеличить, но не уменьшить. Детское пособие, выплаты, материальная помощь. Этот вид помощи предполагает комплекс каких-либо специальных мер, направленных на то, чтобы этот незащищенный. Слой населения мог почувствовать себя более-менее уверенно. Это вовсе не означает полное содержание детской жизни государством. Материальная помощь предлагает поддержку таких женщин на их трудном жизненном пути. Обязанность за их материальную поддержку лежит на главах регионов. Обратите внимание. Материальную поддержку государства или правительства регионов будет выплачивать только тем неполным семьям, которые на официальном уровне были признаны малообеспеченными. В других, более благоприятных случаях, материальная помощь заменяется иными видами выплат для таких женщин с детьми. Трудовые права и гарантии. Льготы и послабления существуют и в сфере организации труда матери, воспитывающей дитя самостоятельно. График работы матери-одиночки. Для одинокой женщины существует смягченный режим труда. Чаще всего, это сокращенный рабочий день или укороченная рабочая неделя. Это создается для того, чтобы работающая мать все же могла какое-то время проводить со своим подрастающим ребенком. В такой ситуации создается специальный способ подсчета заработной платы, не за месяц в целом, а за выполненную, сдельную работу. Начальство не имеет права отказать матери в таком графике и обязуется платить зарплату вовремя и без задержек. Могут ли уволить с работы? Важно! Согласно Трудовому кодексу, такая женщина не может быть уволена с работы до тех пор, пока ее малолетнему ребенку не исполнится 14 лет в случае здорового ребенка, или 18 при наличии инвалидности. До наступления этих сроков женщина может уволиться лишь по собственному желанию. Больничной матери-одиночке по уходу за ребенком, размер выплат по больничному листу. Мать, воспитывающая ребенка самостоятельно, имеет право на получение больничного по уходу за несовершеннолетним ребенком. Расчет пособия для родителей в данной ситуации осуществляется на основании различных нормативно-правовых актов. Организация, в которой работает женщина, обязана выплачивать ей деньги за первые 10 дней на больничном. За срок лечения более 10 дней расчет производится в сумме половины среднемесячной заработной платы. Больничной, обратите внимание, не последнюю роль для размера выплат снова играет трудовой стаж, чем он больше, тем больший процент от зарплаты пойдет на покрытие больничного листа. Начисления по больничному листу осуществляются на общих для всех сотрудников основаниях. Если трудовой стаж матери менее полугода, то выплаты по больничному листу не могут превышать одну минимальную ежемесячную зарплату. Социальные льготы для матерей-одиночек. Государство предусматривает не только материальную, но и социальную поддержку матерей, которые растят детей самостоятельно. Далее перечислены наиболее распространенные и применяемые социальные льготы для одиноких матерей. Предоставление комплектов для новорожденных. Возмещение разницы в стоимости детского питания малыша до 3 лет. Помощь в натуральной форме, вещи, продукты питания, медикаменты. Молочная кухня, предоставление бесплатного молочного питания детям до 2 лет. Снижение платы за такие коммунальные платежи, как уборка и вывоз твердых пищевых отходов. Предоставление бесплатного питания для детей школьного возраста. Первоочередность предоставления жилья, если существует нужда в таковом. Полное обеспечение государством нахождение ребенка в детском саду. Бесплатное пользование ребенком услугами массажного кабинета в государственной поликлинике. Бесплатная путевка в санаторий для ребенка в определенные сроки. Как можно понять из всего вышеописанного, государство стремится организовать максимально спокойную и комфортную жизнь одинокой матери. Без нужды в чем-либо, насколько это возможно. Двойной налоговый вычет на детей единственному родителю. Такой налоговый вычет предполагает уменьшение размера дохода, с которого может быть произведено удержание подоходного налога. Вычет по НДФЛ матери-одиночке. Этот вычет предоставляется только в случае представления в соответствующий орган одного из следующих документов, подтверждающих, что женщина действительно является законной матерью-одиночкой. Справка о смерти отца ребенка. Документ, подтверждающий факт записи данных об отце ребенка только со слов матери. Свидетельство о рождении безуказанного в нем отца. Заключение суда, признающее отца безвестно пропавшим. Обратите внимание, в случае предоставления всего комплекта документов матери просто не может быть отказано в вычете. Привилегии. Льготы при поступлении в детский сад. Дети матерей-одиночек принимаются без очереди. Льготы при получении жилья этой категории женщин. Женщина, которая одна воспитывает дитя, имеет право получить жилье без очереди при наличии острой необходимости в этом. Так как мама и малыш относятся к особой категории граждан, то получение квартиры также возможно на особых условиях. К основным документам, которые необходимо предоставить, относятся документы, подтверждающие личность женщины, документы на ее чадо, а также справка о регистрации и об осмотре жилища, непригодного для проживания. И дополнительно еще нужно предоставить справку о доходах всех членов семьи. Мать-одиночка. Это одна из тех особых категорий граждан, которые нуждаются в повышенной защите. На основании этого государства пытается обеспечить им не только материальную, но и социальную помощь. Продолжение следует...